Состояния, я повторяю, состояния очень важны для того, чтобы в каком вы состоянии находитесь, те и мысли идут. Я надеюсь, что это понятно. Итак, если мы разобьем, скажем так, на четыре состояния, здесь намного больше, мы рассмотрим четыре основные состояния. По вот этой оси у нас будет энергия, здесь у нас будет время. У нас есть состояние один, состояние два, состояние три и состояние четыре. Я повторяю, что намного больше, мы рассмотрим четыре основных, которым человек варится. Я объясню, почему. Потому что они напрямую связаны с нашим позвоночем. Вот мы нарисуем так схематично в позвонке. И, как вы заметили, уже то, что я рисую, получается такой своевразный канал. Ну, то есть позвоночник у нас находится в своевразном таком энергетическом канале. Сейчас я объясню связь состояния. В этот канал поступает энергия СВИ и в этот канал поступает энергия космоса. Когда мы находимся в определенных состояниях, состояние блокирует это поступление. Мы не будем задвигать очень сильно вперед, об этом немножко расскажу позже. И так рассмотрим сами состояние. В первом состоянии вы видите достаточно большой подъем энергии, но достаточно в малый промежуток времени. Что это может быть? Это может быть состояние борца на ринге. Это может быть состояние, когда вы активно защищаете свои права, что, в общем-то, похоже. Это когда вы агрессивны, вы агрессивны и не поднимаете свои энергии. Поскольку здесь вы агрессивны, мы все-таки определим это состояние как минус. Далее. Есть состояние у нас второе. Это состояние, оно более спокойное. Но это состояние связано, скажем так, если у нас здесь идут, скажем так, действия, да, то есть мы убегаем, мы кричим, да, идет огромнейший выброс энергии. Сначала идет огромнейший выброс энергии, затем идет спа. Я надеюсь, вы с этим согласитесь, да. Во втором состоянии происходит такое вот равномерное действие, то есть человек достаточно ко всему равнодушный. Это связано, допустим, с апатией, да, ничего не получается, все стоит на месте. Можно это обрисовать как некое такое болото, ну там-там, растут камуши. Да, то есть вот это действие, причем это действие агрессивное, это болото. В этой части у нас состояние негативное. Как раз эти состояния вызывают определенные блокады на разных уровнях позвоночника. Третье состояние, это состояние характеризуется достаточно плавным, скажем так, течением энергии. Это небольшой подъем, то есть там нет подъема энергии, равномерное такое течение, но оно позитивное. Оно позитивное в том плане, что в этот момент, допустим, мы хорошо концентрируемся. Это состояние хорошо для того, чтобы проработать какую-то рутинную работу. То есть вот здесь рутинная работа, она же не всегда там рутинная, да, негативная. То есть есть там какая-то бухгалтерская работа, есть что-то, но вы можете мне сейчас примеры привести, что вам сейчас, кстати, идет в голову, да, и вы поняли, да, допустим, когда вы пишете книгу, да, чтобы написать книгу, вам не нужно состояние такой парея определенного подъема, вам нужно более равномерное состояние, в котором вы можете совершить какие-то действия, да, то есть сначала, конечно, у вас идет эйфория там, да, но потом она спускается, и для того, чтобы правду написать книгу, это достаточно рутинная работа ежедневно. Вот это имеется в виду. Но уже о позитивной энергетике. Это относится к третьему состоянию. К четвертому состоянию относится состояние немного такой эйфории. Я бы нарисовала здесь такую вот бабочку. Это, знаете, состояние, когда все удается, все получается, все классно. Вот за что не взялся, все получается. Захотел сварить там борщ, получается суперский классный борщ там. Все тебя похвалили, сам доволен. Захотел там, не знаю, что-то купить. Тоже все сложилось, как мозаика, купим, да. Захотел создать там какую-то ситуацию, в которую вы хотите прийти, но это уже позже, на более поздних периодах, да. Пошел, сделаю. Вот понятно, да? Я надеюсь, дайте мне обратную связь. Понятно ли то, что я объясню. Понятно, очень хорошо. Ну, а чтобы было лучше понятно, сейчас вот на вскид, пожалуйста, напишите в чате или скажите Гуру Асанту. То есть, соответственно, я вижу, что вы пишете здесь. На вскид, в каком бы сейчас состоянии находились целый день? Понятно, что там состояние меняется. Вот, ну, вот в данный момент какое, скажем так, состояние – это также энергия, в которой вы находитесь. А теперь закрываем глаза глубоко, вдыхаем животом и представляем, видим, показываем нашим светом сознанием белый экран. И у этого белого экрана запрашиваем показать нам, понятно на экране, цифру того состояния, в котором я сейчас нахожусь. Пожалуйста, высший мир, уповождающий эту медитацию, покажите нам, покажите нашим участникам вот это их состояние. То, что есть на самом деле. Не то, что нам нарисует логика, не то, что мы себе сами скажем, а то, что есть на самом деле. Сейчас достаточно очень важный момент, потому что в энергии мы не можем себе что-то, ну, скажем так, себе наврать. Видим большой белый экран, и на нем отчетливая цифра. Каждый видит свою цифру. Увидели цифру, глубоко вдохнули себе, выдохнули, открыли глаза. Продолжение следует...